Официальные партнеры программы «Новости дня». Компания «Оптик СССР», торговая группа «Абсолют». Лучше убрать самим. Власти предупредили, что скоро возьмутся за незаконно установленные гаражи. Об этом и не только сегодня в нашем выпуске. Здравствуйте! Вы смотрите «Новости дня». С последними событиями вас познакомлю я, Ася Касьянова и корреспонденты ТВ-кома. И сначала коротко о главных темах. Мы в целом не поддерживаем повышение, но понимаем, что нам нужно найти баланс. Повышать ли цены на проезд в автобусах, маршрутках и трамваях? Власти обсудили тарифы на пассажирские перевозки. При прохождении процедуры дактилоскопирования выяснилось, что мужчина вёл в заблуждение полицейских и предоставился данным умершего брата. Пытался уйти от наказания. В Бурятии пьяный водитель назвался именем умершего брата. Мы чтим тех героев, которые пали во всех военных конфликтах, в годы войн. День героев Отечества. В честь памятной даты в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалам и памятникам. Дети приезжают на 21 день к нам в лагерь. Все смены тематические для ребятишек проводят. Образование, реабилитация, развитие. В Бурятии выбрали лучшие социальные проекты года. Повышать ли цены на проезд в автобусах, маршрутках и трамваях? Сегодня области города обсудили этот вопрос на очередном совещании. Насколько могут вырасти тарифы и какие суммы перевозчики называют экономически обоснованными? Расскажем далее. 25 рублей за поездку в трамвай и 30 за проезд в автобусе или маршрутке. Такие тарифы могут начать действовать в нашей столице уже в апреле. Депутаты горсовета говорят, что перевозчики цены обосновали. Причем это касается и частников, и муниципального транспорта. Мы в целом не поддерживаем повышение, но понимаем, что нам нужно найти баланс. Нельзя допустить того, чтобы новый муниципальный транспорт, так же как у нас было у наших соседей в Забайкале, год стоял под забором без финансирования и без водителей. Если говорить об экономически обоснованной стоимости проезда, то это 33 рубля для частников, а в муниципальных автобусах и вовсе 75. И после проведения этих расчетов дизтопливо подорожало еще на 3 рубля. Значительно подскочили в цене и запчасти. А еще нужно повышать зарплаты водителям. В Чите у нас, по нашим данным, применяется тариф от 28 до 36 рублей. В Иркутске тариф на сегодняшний день составляет 25-30 рублей в дневное время и 35 рублей в вечернее время. На муниципальном транспорте тариф 25. В Абаровске нерегулируемый тариф составляет 40 рублей. Также затронули вопрос по системе учета пассажиров в автобусах, которые курсируют без кондуктора. Это нужно делать с помощью специального оборудования. Один комплект такого оборудования на трехдверный автобус стоит 400 тысяч рублей. То есть это сразу затраты. То есть у нас такой ускоренной возможности установить на разные направления, на разные автобусы нет. Поэтому мы сейчас один комплект имеем, второй за свой счет приобретем, может быть третий поставим и будем в этом направлении шагать. На следующей неделе вопрос с повышением тарифов рассмотрят уже на совместном заседании комитетов Горсовета. Если там вердикт будет положительным, депутаты вынесут проект на сессию. Она состоится 21 декабря. Ася Касьянова, Сергей Медведев, Новости дня. Улан-Уденцев предупредили о сносе незаконно установленных гаражей. Только за один день в городе нашли более 120 самоволок. Их владельцев администрация просит до 23 декабря предоставить правоустанавливающие документы. Принести их нужно на Советскую 23. В случае невыполнения требований будут приняты меры по освобождению земельных участков. Сначала найдете на своих воротах объявление убрать объект в течение 15 дней. А после истечения срока власти будут вправе переместить гараж без вашего участия. Более того, с владельца могут потребовать компенсацию за транспортировку. К происшествиям в районе Бурятии перевернулся микроавтобус. В результате два пассажира в больнице. В это время в Улан-Удене, одном из оживленных участков проезжей части, водители устроили драку. Все подробности в нашей постоянной рубрике «Горячая линия». В Тункинском районе около 10 часов вечера перевернулась Истана. Известно, что 22-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира. В Севербайкальском районе водитель «Тойоты Филдер», севший за руль без прав, столкнулся с фэнкрузером. В результате ДТП у виновника аварии перелом ключицы. Водители пассажиры внедорожника отделались ушибами. В Заиграевском районе столкнулись легковушка и грузовик. Водитель «Тойоты Корона» не справился с управлением и выехал навстречу, где и влетел в Урал. В результате аварии водитель иномарки получил травмы, но после осмотра и оказания помощи был отпущен. Еще один случай в Заиграевском районе. На этот раз в поселке Анахой сотрудники госавтоинспекции остановили отечественный автомобиль, на котором не было госномера. При проверке документов было видно, что водитель пьян. А на просьбу предъявить права мужчина сказал, что забыл их и назвал лишь фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. После освидетельствования он попросил выйти на улицу из патрульного автомобиля. Вы что, запережали, что я убегусь? Ну куда? Я еще буду убегать. Машина-то здесь. Можно выйду? Я вот тут возле машины, да не пойду никуда. Подожди, не суетись. Да никуда я не побегу. Однако обещание свое не сдержал. И после попытки побега мужчина был задержан. Из-за этого его доставили в отдел полиции для проверки по учетным данным. При прохождении процедуры дактилоскопирования выяснилось, что мужчина ввел в заблуждение полицейских и представился данным умершего брата. Установлено, что 37-летний житель села Унагытей прав управления транспортным средством не имеет и ранее уже задерживался сотрудниками госавтоинспекции за вождение в нетрезвом виде. И как итог, за управление в состоянии опьянения и без водительских прав, решением суда мужчине назначено 10 суток административного ареста. Также он получил штраф в 2000 рублей за побег. Вечером в час пик на элеваторе двое водителей устроили бои прямо на дороге. На кадрах видно, что крупный мужчина агрессивно хлопает пассажирскую дверь о Жигулей. Не вытерпев этого, молодой человек оперативно вышел из своей машины и начал драку. А вот что стало причиной конфликта, никто не знает. Благо неравнодушные участники движения сумели охладить вспыльчивость двух бойцов, просто посигналив. Егор Кокорин, Новости дня. К другим темам. Программа дальневосточной ипотеки продлена в России до конца 30-го года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. По его словам, за три года действия льготного кредита было выдано более 55 тысяч займов по ставке 2%. Более того, летом мы ее расширили. Ранее такая ипотека была доступна только молодым семьям, участникам дальневосточного гектара и региональных программ трудовой мобильности. А теперь ей могут воспользоваться медицинские работники и педагоги. Причем независимо от их возраста и семейного положения, если они не менее пяти лет заняты по специальности в организации любого из субъектов округа. Программа была запущена в России в 2019 году. Ее основной целью является улучшение жилищных условий в дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители. Потом действия льготной программы распространили и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток. В Улан-Удэ сегодня впервые прошел региональный форум, на котором обсудили ценообразование в строительстве. Как менялась стоимость материалов за последние месяцы и ждать ли их удорожания в ближайшее время, расскажет наш корреспондент. К началу зимы цены на строительные материалы в Бурятии продолжают оставаться практически неизменными. Так, стоимость инертных материалов и цемента, бетона и растворов держится на одном уровне с конца лета. Такая же ситуация с ценами на кирпич, керамические и блоки газобетона. Без изменений остаются в течение нескольких последних месяцев цены на материалы кровельные, кабельную продукцию, светотехнику, отделочные материалы и на блоки оконные ПВХ. Цена строительства – это та тонкая грань, которая позволяет инвестору и в бюджетной сфере точно определить стоимость строительства, стоимость реализации инвестиционно-строительного проекта и позволит принять более правильные управленческие решения. За последние два года в сфере ценообразования в строительстве произошли большие изменения. Поменялись требования к сметной документации. Вышло много новых нормативных документов взамен ранее действовавших. В ходе реформы системы ценообразования было выпущено много новых нормативных документов. И сметчику необходимо их освоить. Такие мероприятия, как наш форум, помогают ему в этом. Единственная товарная позиция, которая на рынке Бурятии показывает очень серьезные колебания – это битум. Все дело в том, что битум производится и закупается в разных регионах страны, а расстояние доставки серьезно влияет на его конечную стоимость. Похоже, что декабрь не принесет особых сюрпризов строителям Бурятии. И общая тенденция на падение цен сохранится до конца года. Мария Латышева, Новости дня. Объем промышленного производства в Бурятии вырос на 45% за год. Как сообщили в пресс-центре Бурятстата, позитивную динамику показали все четыре сектора экономики. В энергетическом комплексе это 22%, на обрабатывающих производствах – 12%, добыча полезных ископаемых – 8%, водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидации загрязнений – 1,5%. В республике стали больше добывать угля, прочих полезных ископаемых, производить одежду, резиновые и пластмассовые изделия, электрическое оборудование, транспортные средства, а также собирать и обрабатывать сточные воды. В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в памяти героя России Максиме Концове. Он погиб 24 марта во время спецоперации на Украине. У лейтенанта Росгвардии осталось трое детей. Табличку установили на здании 47-й школы. На церемонии собрались десятки тех, кто хотел почтить память солдата. Республика Бурятия подарила много выходцев, уроженцев Республики Бурятия в годы Великой Отечественной войны. Ковальдеров полных орденов славы. И сегодня мы по праву гордимся нашими героями, героями, участниками специальной военной операции. Максим наш, Улан-Удэнец, он учился в этой школе. Сказали, закончил серебряной медалью. Родные, друзья говорят, что он всегда был душой компании. Всегда улыбался. Был добрым, справедливым и надежным товарищем. Мы не готовили своего сына каким-то героическим поступком. Воспитывался так же, как и все. Но в последний момент, когда газетгруппа попала в засаду, вызвала огонь на себя, давшись перегупроваться своим бойцам, которые уничтожили газетгруппу. От рядового разведчика дошел до начальника разведки штаба. Сегодня мы открываем мемориальную доску, установленную на стенах 47-й школы, которая будет служить ярким примером и напоминанием молодому поколению, жителям города Уланды и Республики Бурятия. О подвиге, Максим. Память о героизме героя России. Кадетская рота школы 47 будет достойно нести имя героя России Максима Концова. Татьяна Николаевна, Андрей Владимирович, Низкий вам поклон за вашего сына. Каждый год 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Сегодня чествуют всех, кто удостоен почетных государственных наград. На мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях, прошло возложение цветов. 9 декабря – памятная дата России. Сегодня День Героев Отечества. В честь этого в Октябрьском районе прошел торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях Хонаде в годы Великой Отечественной войны и захоронением героев Советского Союза. Праздник имеет давнюю историю. В далеком 1769 году императрица России Екатерина II создала новый орден, орден Святого Георгия Победоносца. И этот праздник до 1917 года назывался День Георгиевских кавалеров. Потом он был упразднен, и только в 1943 году был создан новый орден, это орден славы четырех степеней. Мы чтим тех героев, которые пали во всех военных конфликтах, в годы войн. На мемориале высечены имена 59 советских солдат. Четыре десятиметровых пиона олицетворяют четыре военных года. В нем образно выпущены сила, мужество, стойкость и сплощенность Красной Армии и народа в годы войны. Я вообще, эмоции такие. Посмотрите, сколько у нас молодежи было. Сколько народу прибыло сюда почествовать героев Отечества. При том, у нас тут лежат герои Советского Союза. Пощить память героев пришли порядка ста человек. Среди них как старшее, так и подрастающее поколение. Егор Кокорин, Сергей Медведев, Новости дня. В этот день возложили цветы к памятнику героя России Алдара Цединжапова. О подвиге матроса знает вся страна. Почтили память всех, кто героически отстаивал свободу Родины, члены боевого братства и родственники участников спецоперации. К черному тюльпану и памятнику Алдару Цединжапову пришли родственники и друзья героев России и ветераны боевых действий. Это очень значимый праздник для нас, для ветеранов боевых действий. Мы сегодня почтим память героя России Алдара Цединжапова, возложим венки на камень мира, где у нас отмечены все локальные войны, которые проводила Россия. Военнослужащие из Бурятии участвовали в Великой Отечественной и других вооруженных конфликтах, происходивших в истории России. Звание Героев Советского Союза и России удостоено 58 воинов. Еще 12 жителей Бурятии были кавалерами Ордена Славы. Мы сегодня собрались у нашего славного памятника Героя Российской Федерации Алдара Батаревича Цединжапова. Почтить память нашего земляка, матроса Техокеанского флота Алдара Батаревича Цединжапова, который ценой собственной жизни спас более 300 человек личного стола, эскадренный минусом «Быстрый», а также военный корабль. Героями России стали уже 8 участников спецоперации на Украине. Денис Шишов, Максим Концов, Дмитрий Фаршенев, Александр Попов, Денис Сорокин, Балдан Цедыпов, Виталий Сукуев и Энвер Набиев. Сегодня наши герои – это все участники специальной военной операции. Трое ныне здравствующих – Денис Шишов, командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, Анвер Набиев, командир батальона 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, и Балдан Цедыпов, наш герой, ныне здравствующий, командир взвода, мотострелкового взвода. Пять наших героев, к сожалению, погибли. Всех участников специальной военной операции, которые добровольны или по воинскому долгу, защищают интересы страны, а также волонтеров, которые им помогают, и ветеранов боевых действий, которые в разное время выполняли воинский долг во имя Победы, на митинге поблагодарили. Мария Латышева, Бато Гармын, Новости дня. Сейчас небольшой перерыв, и вот о чем еще после рекламы. Дети приезжают на 21 день к нам в лагерь. Все смены тематические, для ребятишек проводим. Образование, реабилитация, развитие. В Бурятии выбрали лучшие социальные проекты года. Нужно обмениваться опытом обязательно, и обязательно участвовать в соревнованиях. Чему научились за полгода? Булан-Удэ прошел первый матч по водному полу. Оптика ССЭК Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика ССЭК Качество по доступной цене. Таблетки для посудомоечной машины Абсолют Кэшн Кэрри со скидкой 45% всего за 329 рублей. Всегда свежее яйцо от Улан-Удэнской птицефабрики. Покупайте в магазинах города. Яйцо, что надо, когда не сушка рядом. Уют, стиль и качество. Энджел Бьюти Студио предлагает окунуться в мир красоты и совершенства. Стрижки, укладки, прически, окрашивание любой сложности. Процедуры по восстановлению волос. Макияж на любой случай. Косметика премиум класса. Качественный сервис, профессионализм и забота о каждом клиенте. Салон красоты Энджел в самом центре города. Болтахинова, 36, 3 этаж. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Все окна выглядят одинаково. Мы выбрали для вас лучшие. Окна Геолан Групп. Они берегут энергию, защищают от холода и шума. У них надежные замки и антимоскитные сетки. Но главное, собственное производство в короткие сроки. Гарантия качества. Любишь свой дом? Выбирай окна Геолан Групп. Бесплатная консультация и замеры по телефону 371771. Офис продаж Смолина, 81. Компания Кристалликс. Большое поступление новых кристаллов и форм, которым нет аналогов в России. Европейское качество. 3D-графика в высококачественном оптическом стекле. Любые изображения и логотипы. Волшебный мир внутри каждого кристалла. Компания Кристалликс. Удинский пассаж, блок Е. Второй этаж, офис 202. Телефон 8, 3012, 3058, 38. Вы смотрите новости дня. Это прямой эфир. Продолжим. В Бурятии продолжают появляться новые дороги. В Иволгинском районе накануне официально открыли проезд сразу на двух участках. В Нижней Иволге и в Уусе Хойтубее. Мария Латышева продолжит. Участок трассы в селе Нижняя Иволга прилегает к строящейся школе. 638 метров сделали по всем нормам. На выровненную щебеночно-песчаную смесь уложили два слоя асфальта. Большим подарком Иволгинскому району стал КАМАЗ. Теперь там смогут еще быстрее очищать дороги и разбрасывать песок во время гололеда. В следующем году еще и подъезды к школам, еще три участка дорог, короче, сужи. В общем, в районе идет такое масштабное строительство для того, чтобы жизнь менялась. Асфальт в 940 метров вместо грунтовой дороги теперь есть и в Уусе Хойтубее, который, как и другие села Иволгинского района, входит в Лануденскую агломерацию. Асфальтирование грунтовых дорог удалось выполнить за два с половиной месяца. У нас до 2024 года планируется еще по Иволгинскому району, по муниципальным дорогам, порядка шести километров дорог ввести в норматив общим бюджетом 120 миллионов рублей. Ну, в случае экономии еще будут у нас дополнительные участки, ну и также будут реализовываться к подъездам школам. Новая дорога ведет к амбулатории, зданию администрации, к строящейся школе и другим социально значимым объектам. Подрядчик обязуется содержать участки в должном состоянии и в последующие годы. Уже дороги обторгованы. Будут новые дороги к школам. Безусловный приоритет это подъезд к социальным объектам. Школы, детские сады, поликлиники. Мы должны это обеспечить. Несколько сотен километров трасс в районе удалось отремонтировать благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Мария Латышева, Новости дня, Иволгинский район. В 2022-м в Бурятии побывало около 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в профильном министерстве. В этом году поток туристов в республику вырос почти в два раза. Одной из причин этого стали меры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также чартеры и программы кэшбэка. Кроме того, в этом году в нашей республике впервые провели конкурс на оказание господдержки сельским районам для проведения событийных мероприятий. В их числе фестиваль «Черемухи» на Чикое в Кяхтинском районе, праздник рыбного пирога в Кабанском районе и другие. В общей сложности они собрали более 11 тысяч человек. В Бурятии назвали лучших социальных предпринимателей. Они оказывают образовательные услуги детям, разрабатывают проекты для производства тротуарной плитки и реабилитации инвалидов. Всего было 8 номинаций. Наш корреспондент подробнее. Перед экспертами 25 социальных предпринимателей. Все они рассказывают о своем полезном бизнесе и рассчитывают на поддержку от государства. Было подано более 25 заявок участников. Сегодня мы определяем победителей по 8 номинациям. Наиболее больше заявок было подано по номинации по дополнительному образованию детей. В сфере для детей лучшим признали круглогодичный санаторно-оздоровительный лагерь на озере Щучье. Дети там и учатся, и отдыхают. Дети приезжают на 21 день к нам в лагерь. Все смены тематические для ребятишек проводим. Вожатые с ними играют, занимаются. Сейчас у нас проходит смена тематическая «Открой свою Россию». Дети путешествуют по разным регионам России, узнают народности, культуру, этнику. Интересным показался экспертам проект Виктории Борисовой. У нее своя школа моделей. Наш центр успешно развивается. Оказываем социальный эффект для наших детишек, для развития детей нашей республики. С центром «Мой бизнес» сотрудничаю первый год и ощущаю очень большую поддержку. Равных в одной из социальных номинаций не было Эдуарду Батарову. Инвалид-колясочник создал проект, доступный к качественной пешеходной среды. А для нее придумал даже специальную новую плитку из торсырья. Уникальность заключается в том, что она имеет армирование и способ скрепления. То, что еще не использовалось у нас в городе, это точно в регионе и, наверное, в стране даже. Есть предложение ее внедрить. То, на чем я сейчас работаю. Эксперты отметили еще один проект для поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Который год становится лучшим проектом. Мы работаем, мы стремимся людям, которые нуждаются в нашей поддержке, сделать это самое лучшее и качественное. Спасибо большое. По итогам конкурса несколько проектов из Бурятии будут участвовать в федеральном этапе. Мария Латышева, Новости дня. В Улан-Удэ прошел открытый урок по водному полу. Секцию по этому виду спорта открыли весной в ФСК. Тренируются мужчины, женщины и подростки. В этот раз играли две команды, а остальные наблюдали. В чаши бассейна две команды. Для спортсменов это первый официальный матч. Ведь осваивать водное поло они начали лишь несколько месяцев назад. Все согласно официальным правилам. Четыре периода по восемь минут. Со сменой ворот через каждые два периода. Две команды по шесть полевых игроков, плюс вратарь, по семь человек в команде. Плюс по три, по четыре человека запасных. Пока наши спортсмены могут соревноваться только между собой. Ведь в ближайших городах подобных секций нет. Самые ближайшие наши соседи в городе Бийске. Это подростковая команда. Я надеюсь, что рано или поздно все равно мы с ними законтачимся, скажем так. И пригласим их на сборы в Республику Бурятия. Либо приедем к ним на сборы, на тренировочные сборы. Нужно обмениваться опытом обязательно. И обязательно участвовать в соревнованиях. Тренеры говорят, что спорт технически и физически сложный. Мяч тяжелый. Потому нужно быть готовым выложиться. Сейчас из лучших спортсменов на секции намерены сформировать сборную. Достаточно неплохо играют. Есть борьба. Есть очень интересные броски. Вот из-за спины, конечно, бросок я не ожидал. Сразу возникает вопрос, что так можно было. Очень это зрелищно и интересно. Любители водного пола надеются, что в скором времени в нашей республике создадут федерацию этого вида спорта. Ася Касьянова, Жаргал Цериндашиев, Новости дня. Не переключайтесь. После новостей на ТВ-коме специальный репортаж о том, что изменилось за 2022-й в советском районе Улан-Удэ. В этом году открылась самая большая школа в Бурятии на Дальнем Востоке. И первый муниципальный сад на станции Дивизионной. Отремонтировали дворы и дороги в центре города. А жителям отдаленных микрорайонов проводят воду. Не пропустите в 20.10. На этом у меня все. Еще раз коротко о главном. Повышать ли цены на проезд в автобусах, маршрутках и трамваях? Власти обсудили тарифы на пассажирские перевозки. Пытался уйти от наказания. В Бурятии пьяный водитель назвался именем умершего брата. День Героев Отечества. В честь памятной даты в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалам и памятникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каждая 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика ССЭГ. Волшебный Новый Год в Абсолюте. Шпроты в масле со скидкой 30% всего за 99 рублей. Покупай в Абсолюте выгодно. Макаронные изделия Борилла со скидкой 20% всего за 79 рублей. Макаронные изделия Борилла со скидкой 20% всего за 80 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...